Высота огня маяка Ирбенский над уровнем моря 17,5 метров. Его свет виден на расстоянии 12 миль. Чтобы луч не раскачивался в море при качке, его удерживает в горизонтальном положении маятниковая система. Ирбенский стал последним обитаемым плавучим маяком в мире. Он был построен в 1962 году и работал в начальной точке северного фарватера в Ирбенском проливе. Инженеры вложили в него весь накопленный тогда опыт строительства и эксплуатации светящих судов. Маяк – это святыня морей, это уникальные совершенно объекты, поэтому к ним особое отношение. Это корабль-маяк для всех кораблей. И когда он находился в Балтике, на него ориентировались все корабли, которые заходили, практически проходили по Балтике. Эксплуатировать Ирбенский прекратили в середине 80-х годов и хотели сделать из него учебное судно или даже казино, предлагали срезать мачту с фонарем. Музей Мирового океана не дал уничтожить уникальный маяк, добился включения Ирбенского в состав объектов морского наследия России и провел доковый и внутренний ремонт. Маяк нам достался в очень плачевном состоянии, как все корабли. Был сделан проект музификации, то есть водокласс, согласован с регистром. И по этому проекту начали все работы выполнять. Это система электроснабжения, водоснабжения, водяного пожаротушения, сигнализации. Сегодня Музей Мирового океана официально сдал Ирбенский речному регистру, после чего получил разрешение проводить экскурсии для посетителей на борту. На маяке отреставрированы рубка, кампус, судовые системы. В трюме организована экспозиция и даже небольшой кинотеатр. Здесь сохранилось все штурманское вооружение, основное и резервное оборудование для двусторонней радиосвязи, радиопеленгатор, эхолот и звукосигнальная установка. Посетители могут заглянуть в отремонтированные одноместные и двуместные каюты и посмотреть, как жили члены экипажа. Экипаж плавучего маяка из 19 человек размещался вот в таких уютных каютах и мог автономно находиться в плавании до 50 суток. Теперь в этих каютах будут останавливаться гости музея, которые приезжают сюда в командировки. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининград, ОТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова